Ну что ж, у нас остался последний доклад и последний спикер. Мы посчитали, что опыт компании Агима, также одного из наших ведущих партнеров, окажется интересным вам. Иван Михеев, прошу любить и жаловать. Иван, зам технического директора. Я просто сейчас путаю, зам, не зам. Да, до коммерческого директора я еще не дорос. Да, всем добрый день. Про нашу работу с аутсорс за 10 минут, наверное, рассказать очень сложно, потому что это комплекс регламентов, комплекс системных каких-то решений, которые мы используем, чтобы обеспечивать то или иное качество выпускаемых продуктов. Поэтому я скорее обойдусь некими советами, которые, на мой взгляд, помогут либо начать работать с аутсорсом, либо как-то ее привести у себя в порядок. Для начала, что такое Агима? Это там 165 людей. И надо сказать чисто про отдел разработку. В месяц мы вырабатываем порядка 10 тысяч человек и часов. На это работают 60 специалистов внутри, то есть те, которые офисные сотрудники, и примерно около сотни в моменте на аутсорс. То есть 100 разработчиков, которые мы пытаемся делать и делаем наши продукты, они не являются как бы штатными сотрудниками нашей компании. И нам с этим всем все равно удается держать определенное качество, выполнять достаточно сложные проекты, высоконагруженные проекты и обеспечивать качество. Если подойти к аутсорсу, нужно один момент очень важный затронуть. Чем студии мы с вами всеми в принципе занимаемся? Какой у нас бизнес? Бизнес у нас не делать хороший продукт, а в первую очередь это утилизировать эффективно часы разработчиков. Это то, чем по сути бизнес занимается каждый день. Он пытается уменьшить свои издержки на разрабов и увеличить прибыль. Внутри компании мы используем некую вот такую кривую, которую мы для себя открыли. Это загруженность ресурсов. Загрузка она всегда неравномерная. У вас есть определенные пики, когда к вам приходит клиент и говорит, мне нужно сейчас 40 тестировщиков, или мне нужно сейчас сотню разработчиков в штат. И вы должны как-то под этот спрос пытаться подстраиваться. Если вы будете держать 100 людей у себя в штате, то завтра можно попасть в ситуацию, что они у вас не будут заняты. Поэтому у нас в компании принято правило, что мы держим в штате сотрудников и нанимаем сотрудников только под гарантированные объемы. Они лежат где-то вот в этой области. Это чуть больше ресурсов, чем у вас есть постоянные загрузки. Эту загрузку нужно подтвердить на 3 месяца вперед. И тем самым мы можем в штат кого-то нанять. Если у нас нет этой загрузки, и у нас есть какие-то непонятные перекосы, то мы не можем позволить себе нанять сотрудника, иначе нам потом придется его уволить. А когда вы белая компания, это достаточно сложно сделать. Ну и как-то аморально немножко. Зачем аутсорс? Исходя из этой диаграммы, нетрудно понять зачем. Чтобы прежде всего эти пики как-то более качественно утилизировать. Но я хотел бы здесь рассмотреть два, на мой взгляд, самых важных момента, зачем это нужно. Первое, это если вам нужно очень быстро масштабироваться. То есть приходят к вам клиенты, просят много людей. И второе, это если у вас нет какой-то компетенции внутри. И вам ее нужно где-то получить, как-то сделать проект. И это тоже аутсорс может вам помочь. Первое, ваши ресурсы на пределе. Это типичная ситуация, когда к вам приходит клиент и просит вас, пожалуйста, давайте что-нибудь сделаем с нашими задачами. Почему у нас они выполняются так медленно? Можно ли запустить два личных кабинета параллельно? И определенный ряд студий, они как бы как отвечают. У нас план разработки, весь отдел загружен. Мы можем делать там в определенный момент времени определенное количество задач. И, условно говоря, мы обязательно сделаем это в момент X, когда разработчики освободятся. Это, по сути, влечет к тому, что вы упускаете какую-то прибыль. Это не сказать, что плохо. Планирование – это хорошо. Но расти очень быстро в таком ключе достаточно сложно. Потому что… Ну, сложно. И что может тут произойти, да? Вы, допустим, вы решаете встать на этот путь использования аутсорса. Вы сталкиваетесь, возможно, первой проблемой – у вас нет этих подрядчиков. У вас нет подрядчиков, и первое, что приходит в голову, вам нужно просто их найти. Это может казаться ответ очевидным, но если серьезно, то здесь достаточно можно следовать нескольким советам. Мы в Агима ведем постоянный набор подрядчиков. То есть у нас никогда не останавливается эта работа. Даже если нам сейчас не нужен какой-то специалист, мы все равно примем от него заявку, обработаем, поймем, какой он качественный, проведем какое-то тестирование, положим его в резерв. Если у нас не ведется такая работа, то мы неизбежно попадаем в тот момент, когда к нам в четвертом квартале прибегает толпа клиентов, говорит, что у нас там неосвоенный бюджет, не выполнен на KPI, и нам нужно сейчас здесь сделать очень много задач, а у нас рук нет. Обкатываем мы всегда процесс, когда у нас с подрядчиком не налажено взаимоотношение на очень небольших задачах. То есть мы ему даем по маленькой порции, понимаем, какой он специалист, потому что все тесты, собеседования и так далее, они все равно вам не покажут, какой человек в процессе работы, или как команда себя ведет в процессе работы. Поэтому на таких маленьких порционных задачках мы их начинаем тестировать. Ну и всегда мы приглашаем всех наших подрядчиков куда-то на свои корпоративы, где-то там кофе попить, чай попить, кальян покурить. И всегда пытаемся знакомиться с генеральными директорами, с техническими директорами этих компаний или с самими фрилансерами, если это фрилансеры лично. Это очень помогает установить контакт. И мы так больше доверять начинаем людям, потому что лично их знаем. Самая, наверное, психологически страшная проблема, которая может застать при начале работы с аутсорсом, это когда вы даете задачу разработчику, но то, что он делает, не совсем то, что вам было нужно. Это такое наиболее страшное, что может произойти в проекте, если вы используете аутсорс и там, и наиболее частая причина, почему люди не хотят это использовать. Потому что действительно страшно, когда вы отдадите на работу какой-то проект, он там будет делаться, время N, а в итоге вы получите совсем не то, что нужно было получить. И у нас эта проблема решается основной компетенцией. Я считаю, это единственный, наверное, способ, как можно работать с аутсорсом действительно качественно, чтобы у вас не страдал от этого продукт. Для нас эта компетенция является темледами. То есть для нас очень ключевая роль, которая в себе собирает все знания о проекте, которая впитывает весь процесс работы, в бизнесе заказчика разбирается, он проводит код-ревью, план производства выстраивает. То есть это такой центр компетенции, который не дает проекту как-то расшататься, или чтобы на выходе вышло что-то не то. Ну и он отвечает за то, чтобы много кусков отдавать на разные подрядчики, выбирать их и контролировать качество, как я уже сказал. Поэтому компетенции достаточно важно иметь внутри все-таки, а не снаружи. Следующее, то, что я говорил, если вам нужно исследовать новые какие-то компетенции, которых у вас не было до этого, мы так запускали у себя питон, мы запускали у себя мобайл направление, информационную безопасность и кучу всего. Мы, в принципе, это все делали через аутсорс, потому что внутри специалистов таких нет, их найти на рынке достаточно сложно. Вы еще, возможно, даже не понимаете, как их искать, потому что для вас какая-то новая технология. И мы это тоже делали через аутсорс. Мы искали действительно партнеров, а не просто какие-то команды. Это могли быть команды, которые были уже в нашей базе подрядчиков. У них есть компетенции, мы с ними знакомы, и мы им доверяли этот проект, или это могли быть фрилансеры, которые нам порекомендовали. Важно здесь одна вещь, что это должен быть действительно партнер, который с вами может остаться надолго и помочь вам эту компетенцию вырасти. Ну а дальше вы находите внутри того драйвера, который хочет развиваться в этой компетенции и по сути ставите его вот в эту область. Так мы вырастили двух питонистов у себя внутри, которые перешли с битрикса, простите, но они до сих пор работают в компании достаточно успешно. Да, про грабли. За долгие годы, когда мы работали с аутсорсом, у нас была куча всяких разных проблем, которые мы так или иначе решали. И первая наиболее частая проблема, которая возникает, это отпуска специалистов у подрядчиков. Разработчики тоже любят отдыхать, которые не ваши, а подрядные. И к этому тоже нужно готовиться. Какие здесь могут быть проблемы? С вами мог подрядчик или специалист, фрилансер обсудить, что вот я хочу в апреле сходить в отпуске, за полгода вас уведомил, а вы понимаете в марте, что у вас в апреле релиз, и вы как бы попадаете в ситуацию, когда вам нужна либо замена, но которая будет в курсе проекта, либо вы остаетесь без какого-то ведущего разраба. Но это тоже очень печально. Поэтому к отпуску тоже нужно готовиться заранее, вводить какую-то еще дополнительную рабочую силу в параллель с этим человеком, чтобы он перенял этот опыт, и вы были уверены, что ничего не случится в процессе. И еще один забавный случай был, когда вы собеседуете вроде одного специалиста, а за него потом работает совершенно другой специалист. У нас было так пару раз. Причем этот специалист другой может участвовать в стендап-митингах каких-то, в скайп-коллах, и вы только на третий день можете понять, что голос у него не такой, как был на собеседовании. Это как бы минус вот этой удаленной связи. У нас так было, к сожалению. Ну или к счастью, теперь мы научились это обходить. И это достаточно, ну такие неприятные последствия для вас, потому что вы как бы получаете какого-то другого специалиста, который ниже квалификации, да. Ну и для продукта это тоже не очень здорово. Поэтому здесь важно, ну вот это личное знакомство, доверительное отношение выстраивать. Ну и самая распространенная и большая проблема, которая может быть при работе с подрядчиками, такая же, как и с клиентом. Это не соответствует ожиданиям. То есть наивно полагать, что вы можете просто поставить задачу подрядчику, и он вам вернет адекватный результат. Этого вообще никогда не будет. Важно ему ее тоже разжевать, важно с ним постоянно находиться в контакте, контролировать. Ну и от него понимать его ожидания. Потому что если у вас, например, режим постоплаты 60 дней, как у нас, а подрядчик думает, что он деньги получит на следующий день, то это как бы неизбежный конфликт. То есть важно все эти тонкие моменты еще на берегу обговаривать. Обговаривать, там, какие формализации этой задачи, обговаривать, там, будет ли допкост, не будет допкост, там, границы бюджетов. Это все помогает, в принципе, прозрачные отношения выстраивать, и более доверительно относиться друг к другу. То есть здесь, в принципе, работа такая же, как с клиентами, должна быть. Если итоги подводить, да, я выделил пять таких тезисов, которые могут вам помочь начать или продолжить работу. Это людей в штате должно быть ровно столько, сколько есть постоянной работы. Базу подрядчиков вам нужно формировать заранее, до того, как она может вам понадобиться, постоянно держать кадровый резерв. Компетенцию всегда растите внутри. Это тот залог качества продукта, который у вас должен обосноваться. Ну и контролируйте, чтобы вам партнер не давал другого разработчика, а не того, кого вы хотели. И важно работать с ожиданиями. Спасибо. Иван, спасибо тебе большое. Коллеги, если есть парочка вопросов, можем прямо из зала, а дальше продолжим в куларах. Так, кто первый? Давайте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Спасибо большое за доклад. Подскажите, Иван, а как стать вашим партнером? Пишите на почту, с удовольствием примем всех, свою семью. У нас сейчас, кстати, порядка 250 партнеров, поэтому это достаточно большое комьюнити, и мы их всегда пытаемся как-то вместе подружить друг с другом. Второй быстренько. Сколько платите? По договоренности. Ну… Нет, все достаточно разниться от партнера к партнеру, от компетенции к компетенции, и мы со всеми договариваемся на каких-то персональных условиях. То есть нет такого, что мы не будем платить больше, чем там 100 рублей за час. Такого не бывает. Да, Иван, спасибо еще раз. Скажите, вы как контролируете этих подрядчиков? То есть это полностью черный ящик, где вы им просто сваливаете задачи, контролируете по, грубо говоря, устным контрольным точкам, или они полностью в ваших инструментариях работают и полностью подотчетны по каждому мини-шагу. То есть где этот баланс? Потому что они что-то там творят своими методологиями. Даешь, допустим, ну не знаю, шаблон ТЗ, говоришь, вот заполни такие-то пункты. Он в итоге совсем другую балланку выкидывает через 2 недели, и мы все тормозим. Вот как это вот у вас устроит? Это то, что я говорил про основную компетенцию. Мы вообще не работаем по схеме транзита, да? То есть мы не заказываем как рекламное агентство, а просто вот сделайте нам лендоз, и все. У нас как бы тим лид, он общается напрямую с разработчиком, ну или с менеджером. Он ставит задачи, их формализует, получает код-ревью, потом как-то корректирует. Всегда мы пытаемся выходить на прямой контакт с разработчиком, если это получается. В большинстве случаев мы просто выкупаем ряд специалистов у своего партнера, чтобы у него не было каких-то проблем с финансами, чтобы он забронировал этого человека, отдал нам, а мы ему фикс месяц какой-то платили или там по time material. То есть мы всегда стараемся работать с конечным специалистом, если это возможно. Если это невозможно, то тим лид всегда контролирует по каким-то mailstone, какой результат они выдают по коммитам в GTA и так далее. То есть никогда не бывает такого черного ящика вкинул и что-то на результат получил. Такого мы не допускаем. Да, и это единственный способ, как можно работать с качеством с аутсорсом. Если вы так не работаете, у вас нет компетенции, вы не контролируете, у вас все пойдет по наклону. Последний вопрос. Давайте вот там. Да, поднимали, поднимали. Добрый день. Алексей Инсайн. Подскажите, пожалуйста, Иван, по оплате, соответственно, с вашими подрядчиками, по модели оплаты с юглицами все понятно. Я уверен, мы даже с вашими коллегами когда-то общались. Соответственно, аутсорс довольно много физиков. Произвучала белая компания. Если, ну, возможно, озвучите. Да, с физлицами мы работаем либо по ГПХ, либо мы их просим открыть ИП и с ними так работаем. То есть ГПХ для нас это менее выгодный вариант, поэтому мы только самых ключевых людей себе так оформляем, но они работают практически ну, на нас, можно сказать. А так стараемся их всех переводить на ИП, чтобы они тоже на белые схемы какие-то переходили. По-разному, по-разному бывает. То есть где-то по часовая, где-то под фикс прайс, где-то под выкуп. То есть на всех проектах у нас очень разные условия со всеми могут быть. Жир. Иван, еще вопросик. Слышно меня, да? Последний. Вопрос связан с качеством. К примеру, отдали на аутсорс какую-то задачу, ее выполнили, вроде проверили, все нормально. Дальше в ходе эксплуатации получается, что там какой-то косяк. Звоните тому, кто делал исполнителей, он, допустим, говорит, я там занят теперь или не могу, или вообще что-то говорит. Кто исправляет, особенно если объем не дневной, а достаточно большой? И как это делается, самое главное, не на единичном каком-то проекте, где можно вместо одного человека взять другого, а если предположить, что таких ситуаций, ну скажем, возникло 5 или 10. В масштабах компаний ваша… Да такие ситуации не постоянно возникают. Да, да, да. Вопрос качества давайте рассмотрим. В целом, как процесс у нас выстроен. Типа есть подряд, это по сути тот, что относится к разработке, и есть у нас отдел качества. Это отдельный отдел, который отдельными руками тестирует то, что выдает вот этот подрядчик. То есть мы на этапе приемки работы еще пытаемся вот этот риск минимизировать как минимум по критическим багам. Как только мы понимаем, что мы эти баги устранили, то мы только тогда принимаем работу. А принимая работу, там у нас еще есть по силу нашего финансового планирования есть некие дни постоплаты, и как бы подрядчику невыгодно просто нас как-то томить там месяцами, годами. Ну, для юрлиц это 60, там для ключевых партнеров это может быть меньше, для фрилансеров 30. Ну, у нас 60 человек в штате есть, мы точно кого-то найдем, чтобы пофиксить это, но с этим человеком больше работать не будем просто. А те объемы, ну, чтобы вы понимали, 10 тысяч человек и часов, то есть мы достаточно огромные объемы отдаем на подряд, да, и потерять этот кусок для наших партнеров очень больно. Некоторые команды только на нас работают. То есть мы выбираем действительно партнеров, с которыми мы очень долго работаем. Давайте Ивана поблагодарим. Спасибо тебе большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...